Здравствуйте всем, на канале QG.ru, с вами Андрей. Мы сегодня говорим про новый OnePlus. Ура, он появился, правда это всего лишь OnePlus Nord. Вообще, да, для тех, кто смотрит наш канал, не секрет, что я являюсь фанатом компании OnePlus. Мне кажется, это одни из самых сбалансированных по отношению производительности, качества, ну и конечно же потом уже цена устройства. И в данном случае OnePlus Nord это попытка компании сделать смартфон несколько дешевле, чем их ощутимо так подорожавшие флагманы. Это OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, например, особенно. Ну и, соответственно, здесь пошли по пути небольшого упрощения. Поставили пластиковую рамку, процессор не самый топовый, а 765 всего лишь. В общем, есть некоторые изменения. Давайте мы сейчас посмотрим, сильно ли из-за этого смартфон поменялся в качестве и в общем восприятии. Потому что в цене на самом деле он так подозрительно близок к OnePlus 8. А есть ли смысл брать вот этого вот типа середняка, если есть вот восьмерка или 7T? В общем, сейчас все посмотрим. Посмотреть, сколько этот смартфон стоит, в каких цитах есть и другие OnePlus, и какие-нибудь всякие Xiaomi, нафиг не нужные, вы можете по ссылкам под видео. И, конечно же, купить, если это необходимо, прямо сегодня уже получить. Переходите, смотрите, покупайте. Если останутся вопросы какие-то в комментариях, пишите, отвечу. Вообще, говорят, смартфон начинается с коробки. И вот в случае с OnePlus Nord это уже смартфон выдает, что он несколько попроще, чем обычный OnePlus. Чего-то эти кричащие красные коробки OnePlus 8 или 8T или 7R, когда же шла еще в таких. Но, ладно, хрен с ним, с коробкой. Главное-то это вот он в руках. И вот по внешнему виду у меня, к сожалению, самый скучный серый цвет попался на тест. Есть еще ярко-ярко-голубой. Не знаю, конечно, как кому, но я бы не отказался от голубенького смартфона. Выглядит он здорово. В остальном смартфон прямой наследник по дизайну и по элементам управления всех остальных OnePlus. Это тонкие-тонкие рамки по лицевой стороне, но предательский вырез под две селфи-камеры в уголке самого смартфона. На левой стороне только качелька громкости. Снизу слот под две симки. Поддержки карт памяти здесь нет. USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки. Единственный динамик. На правой стороне кнопка включения блокировки и та самая, ну, уже фирменная все-таки OnePlus-овская фишка. Но не только OnePlus-овская, а еще одна компания, которую нельзя называть. Это переключатель режимов уведомлений со звуком, вибро и, собственно, без звука. Прикольная фишка, которую почему-то так до сих пор больше никто и не ворует. А мне кажется, следовало бы. Очень удобная вещь. Сверху дополнительный микрофон и на задней спинке мы видим только, собственно, надпись OnePlus, их логотипчик и выступающий такой все-таки модуль четверной камеры. Да, здесь все-таки OnePlus пошла на поводу моды. Добавили непонятную двухмегапиксельную камеру еще, но камеры основных здесь четыре, а с двумя селфи-камерами получается аж шесть камер. Но, честно говоря, нафиг, конечно, кому нужно. И главное, что у нас здесь сзади горелый глаз пятого поколения без поддержки, без продвизарядки. Спереди тоже горелый глаз пятого поколения и пластиковая рамка по бокам. Из-за чего смартфон сделать могли немного подешевле, но не могу сказать, что это прям пошло ему сильно во вред. В основном все оно будет использовать, скорее всего, в чехле. В комплекте, кстати, простенький чехольчик есть. И, в принципе, эту пластиковость ощущать не будете. Ну и, несмотря на пластиковую рамку, смартфон прям увесистый. Это уже, конечно, за стекла. Без буквально 20 граммов, это почти 200 грамм. И он очень скользкий. Вот собака очень скользкий и очень быстро отпечатки собирает. Здесь, конечно, без чехла использовать, видимо, будет совсем плохая идея. В том числе, потому что, когда кладешь на стол куда-то, то смартфон, ну, как бы не особо стабильно лежит. Из-за этого выступающей камеры и скользкой задней крышки. Поэтому, ну, такое себе. Зато, с лицевой стороны, у смартфона все почти хорошо. Вообще, вот максимально они пытались обоями замаскировать вот этот вырез под двойную селфи-камеру. И даже, когда сдвигаешь шторку, то тоже там прячется сразу под черную полоску. Но, ребята, все-таки двойная селфи-камера. Я не знаю, кто и придумал это прегрешение. Но выглядит это везде все плохо. Вот в дорогущем Huawei P40 Pro это выглядит плохо. В Honor 30 Pro, в Samsung это выглядит плохо. В OnePlus Nord двойная селфи-камера, как по мне, тоже выглядит плохо. Нет, конечно, со временем ты к этому привыкаешь. Причем в интернете люди даже нашли, как интересно обыграть этот вырез. То есть батареи, индикатор батареи, он обводит эту камеру и как будто бы уменьшается именно там. Но все равно, мне кажется, нафиг это все нужно было. Можно было оставить одну себешку и было бы как полный порядок. Экран это один из плюсов OnePlus Nord. 6,5, чуть меньше, чем 6,5 дюймов дисплей. Fluid AMOLED разрешение Full HD+. Поддержка частоты развертки в 90 Гц. Можно переключать их в 60, 90 Гц. Но понятно, что 90 Гц будет здесь не везде. Но, тем не менее, они есть. И это приятно. Есть в том числе поддержка HDR10. И вот к экрану у меня особо вопросов нет. Опять же, традиционно для OnePlus максимальное количество настроек просто в самом смартфоне. Эффекты ярких цветов, режимы чтения, ночные режимы, черно-белый экран опять же есть. Есть в том числе и темная тема. В общем, по части экрана все хорошо, даже очень хорошо. Действительно, во многом здесь экран это один из главных плюсов устройства. И здесь как бы без обиняков. В случае с OnePlus Nord мы имеем процессор Snapdragon 765G. Snapdragon 865G, как вот в том числе Mi 10 Lite 5G. И здесь я про Mi 10 Lite не так просто вспомнил. И на выбор 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Поскольку смартфон работает на собственной оболочке, это Oxygen OS. Это, как по мне, одна из лучших, а может быть даже лучше, наверное, давайте так, оболочка для Android. Потому что представляет из себя фактически чистый Android. Здесь нету кучи графических надстроек, каких-то анимаций непонятных. Это работает все максимально быстро. Xiaomi, конечно же, учитесь. Вот к чему я упомянул Mi 10 Lite. Потому что эта хрень на таком же процессоре умудряется тормозить в абсолютно типовых сценариях. С OnePlus Nord такого нету. Работает смартфон отлично. И может быть в каких-то сценариях все-таки Xiaomi будет чуть-чуть побыстрее. Но в общем восприятие OnePlus работает, как его старшие собратья, на более мощных процессорах мгновенно. Вот все открывается просто очень быстро. Максимально быстро. Поиграть в игрушки здесь тоже можно совершенно спокойно на высоких настройках. Здесь, конечно, не всегда будет 60 FPS, как, допустим, на последних Snapdragon 555, 845. Но в основном будет где-то 50-60, что более чем достаточно для комфортной игры. В целом, производительность смартфона в повседневной жизни меня устраивает более чем. В игрушках тоже, в принципе, устраивает. Само собой, не флагман далеко, но с производительностью, с быстродействием все хорошо. И явно здесь заслуга во многом именно вот самой оболочки. Я бы сказал, наверное, это один из основных плюсов, почему каждый должен попробовать OnePlus. Это вот берешь и сразу понимаешь, вот это устройство. Вот это устройство. С батарейкой тоже есть некоторые упрощения, хотя не абсолютные, что радует. Батарейка OnePlus Nord это 4100 мА с поддержкой фирменной Warp Charge 30T. И нет поддержки беспроводной зарядки, несмотря на использование стекла сзади. Ну и, в принципе, опять же, получается, на этом немножко сэкономили. Ну и как бы ладно, например. Мне, например, беспроводная зарядка не важна, тем более, учитывая, как быстро этот смартфон заряжается. От нуля за полчаса смартфон заряжается на 70%, что в большинстве случаев гарантирует вам уже, что до конца дня вам этого смартфона должно хватить. До 100% он уже заряжается чуть менее, чем час. Ну и, в принципе, по автономности смартфон не показывает ничего такого сверхъестественного. Где-то при средней активной эксплуатации это день. И часам к 7-8 нужно будет его уже, конечно, заряжать. Но, в принципе, опять же, все смартфоны вот с батарейкой в районе 4000 мА, тот же самый там Xiaomi, он показывает примерно такие же результаты. Поэтому здесь ничего нового. Ну а бы скорость зарядки здесь, конечно, уже решает. Ну а что касается камер, напоминаю, здесь их аж 6. Селфи-камера, в первую очередь. Основная, основная селфи-камера 32 Мп и вторая, вспомогательная, широкоугольная на 8 Мп. И вопросов к селфи у меня, в принципе, вообще очень мало. Здесь тоже их не особо много, хотя, мне кажется, немножко вот какие-нибудь Xiaomi или Samsung немножко более приукрашает кадр. Получается симпатичнее, потому что как-то вот на селфи-камеры Ван Класса я себе нравлюсь меньше, чем на, допустим, китайцев или корейцев. Хотя Ван Класс тоже китаец. Ладно. Чем на вот конкурентов, в общем. Есть широкоугольная камера. Здесь она прям полноценно широкоугольная. За это, конечно, уже плюс. Но, в принципе, хорошая, хорошая себяшка. И что важно отметить, именно селфи-камера здесь умеет снимать видео в 4К 60 кадров в секунду. Основная не умеет, а селфи умеет. Честно говоря, мне кажется, это очень странным решением, но как бы ладно, умеет, значит умеет. И то есть, согласитесь, это странно. То есть, в плане видео, получается, селфи умеет то, чего не умеет основная. Обычно наоборот. Ну, ладно, оставим на совести OnePlus. Тем более, что мало кто все-таки снимает 4К 60 кадров в секунду. Весит это тоже дофига. Что касается основной камеры. Здесь это аж четверной модуль. И надо сказать, что могли, конечно, здесь оставить из четырех, мне кажется, две камеры. Основной модуль это 48 Мп. Матрица хорошо изоизвестная и побитая временем, но хорошая матрица. АМХ 586 от Sony. Широкоугольная камера на 8 Мп. Портретная на 5. И макрокамера на 2 Мп. Учитывая, что макро на 2 Мп это такое себе. А портретная камера сейчас можно спокойно заменить софтом. Что как раз портретные снимки умеет делать, в том числе и селфи камера. Но она делает их именно софтовым образом. Можно было сделать здесь точно так же и с основной. Ну, да ладно. И надо сказать, что в принципе OnePlus меня тоже привлекали всегда тем, что они не являются, допустим, по мнению ряда изданий, там, какими-нибудь лучшими представителями по фотовозможностям и так далее. Но они гарантированно делают хорошие и очень хорошие кадры. Даже в авторежиме, даже в сложное время суток. Даже видео ночью, днем, против света и так далее. OnePlus Nord на самом деле здесь меня... Я ожидал, что он может быть будет хуже. Но на самом деле меня он порадовал. Смартфон снимает хорошо и даже очень хорошо. Мне кажется, как минимум на уровне того же самого OnePlus 7T. Ну, не меньше точно. Тем более, что на уровне того же самого OnePlus 8 получается, потому что у них даже модули камер совпадают, получается. Здесь действительно хорошая камера, как на фото, так и на видео, как на фото дневное, так и на фото вечернее. Есть хорошая детализация, есть хорошая цветопередача. Действительно, в авторежиме просто достал, сфотографировал, получился хороший кадр. В принципе, понравилась мне в том числе и стабилизация в плане видео съемки. И здесь есть суперстабилизация, опять же, которая, правда, работает только в режиме 30 кадров в секунду. Это касается 4K или 1080, но именно работает только в таких режимах. 60 не работает в принципе. В общем, как итог по камере, действительно, смартфон мне понравился. Он не лучший представитель жанра, но, ребята, он не стоит ни 80 тысяч, ни 100 тысяч рублей. Автографирует очень-очень даже неплохо. Ну и, что важно, здесь есть нативная поддержка Google камеры, поэтому скачивайте, ставьте, будет фотографировать более нейтрально, более стабильно. По части звука ничего особенного, разъем под наушники здесь нету. Динамик один, громкость хорошая, достойная, сочная. Пропустить звонок будет сложновато, опять же, послушать музычку тоже можно. Разъем под наушники нет, поэтому придется переиспользоваться или переходничок, или беспроводные наушники. Здесь, как бы, я ничего особенного не заметил. Я пользовал беспроводные наушники. Есть поддержка NFC, Wi-Fi 2,4 и 5 Гц, поддержки шестерки нету сейчас. И в том числе поддерживается, само собой, Google Pay, то есть оплата смартфоном тоже работает. Здесь вопросов нет никаких. Опять же, качество приема сигнала идеальное, вопросов никаких нету, но это слава Qualcomm. По части прошивки здесь, ну, вот, еще раз, это, как по мне, один из главных плюсов OnePlus'а, который можно найти. Работает на операционной системе Android 10 версии, уже анонсировано, что совсем скоро, видимо, даже до конца этого года вновится он уже до Android 11 версии, используется, собственно, оболочка OxygenOS, это глобальная версия. Соответственно, здесь, получается, это выглядит практически как чистый Android. Ничего лишнего, быстрая, максимально быстрая анимация, даже элементарно, вот если сравнивать, в Antutu этот смартфон набирает 330 тысяч баллов, Xiaomi в таком же процессоре набирает, там, на двадцатку меньше. Не просто так, в том числе и в прошивке дело. И при этом, помимо того, что вроде как чистый Android и ничего лишнего, здесь куча дополнительных плюшечек, которые вот не хватает все-таки чистому Android, которому действительно, как по мне, не хватает. Здесь множество дополнительных индивидуальных настроек по стилям часов, размерам значков, как они должны выглядеть, как, там, допустим, различные дополнительные, может, различные дополнительные жесты. Опять же, вот эта вот замечательная, прекрасная, великолепная кнопка переключения режимов. Действительно, взяли лучшее у Apple, сперли, и спасибо, что сперли, ребят. И, в общем, в принципе, по части стабильности прошивки вопросов к смартфону у меня особых нету. Все быстро, все красиво, все функционально. Идеальный смартфон. Идеальная, идеальная прошивка. Как итог, на самом деле, смартфон, несмотря на идеальность прошивки, конечно же, не идеальный. Он стоит, на удивление, на самом деле, я думал, что он будет все-таки подешевле. А он стоит так близко к OnePlus 8 и OnePlus 7T, что так смотришь и думаешь, наверное, все-таки надо посмотреть на OnePlus 7T. С другой стороны, 7T сейчас уже прекратили, фактически, производство, остались только где-то остатки. Но при этом смартфон OnePlus Nord не сильно хуже его. Поэтому для тех, кто хочет мощный смартфон, быстро работающий, с хорошей камерой, с отличным дисплеем, и при этом на хорошей стабильной прошивке и не заморачиваться, то OnePlus Nord, это, пожалуй, что ваш выбор. Для тех, у кого есть возможность, конечно, однозначно рекомендую посмотреть, доплатить до OnePlus 8 Pro. Там, конечно, вы получите еще более качественный дисплей, еще больше производительности, еще лучше камера. Но для тех, кто, по сути, просто рассматривает вариант, я, наверное, даже скажу, что если так выбирать OnePlus Nord или OnePlus 8, я, пожалуй, бы выбрал даже Nord. Несмотря на то, что производительности у него поменьше. По сути, платите вы меньше, а получаете то же самое даже получше. Ну, а дальше, конечно, решайте сами, думайте сами. Посмотрите, сколько этот смартфон стоит и другие OnePlus'ы, и не только OnePlus'ы, можете по ссылкам под видео в магазине kuk.ru и прям сегодня купить. Но, конечно, если пользуетесь этим смартфоном или пользовались, то напишите в комментариях, что же вы, как ли, об этом смартфоне думаете. Может быть, дополните мой обзор чем-то еще. И, конечно, на этом, пожалуй, все. И оставайтесь с нами, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Андрей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok